Во второй части темы 109.3 нас просят разобраться с маршрутами по умолчанию, просматривать их, менять, задавать их сразу при старте компьютера. Мы с вами уже работали с маршрутами в теме 109.2, мы там просто использовали такую одну конфигурацию, когда у нас есть одна сетевая карточка, сейчас разберем конфигурацию с двумя сетевыми карточками для того, чтобы исправить маршрут по умолчанию. Опять же ситуация, когда у вас две сетевые карточки, она в реальной жизни редко встречается, это у вас либо действительно пограничный сервер, прокси-сервер какой-то, который маршрутизирует запрос из вашей локальности наружу, и может быть обратно, но тогда вы настраиваете его совершенно по-другому. Или у вас действительно есть две сети, у вас есть компьютер, который по какой-то причине должен смотреть и в эту сеть, и в эту. Мы в данном случае разбираемся именно с маршрутом по умолчанию, то есть куда идут все пакеты по умолчанию, если эта сеть компьютеру как бы не является родной. В случае, если у вас не на одной сетевой карточке есть шлюз, и на другой сетевой карточке есть шлюз, то тут, куда пакеты пойдут, непонятно, и именно это мы сейчас будем решать. Для того, чтобы решить эту задачу, я вам покажу, что я сделал. Наши настройки по умолчанию. У меня есть с вами две сетевые карточки. Одна сетевая карточка, видите, имеет вот такой вот IP-адрес. Другая сетевая карточка имеет вот такой вот IP-адрес. Давайте для красоты просмотрим это в графике, который у нас здесь есть в Ubuntu. Вот у меня есть сетевая карточка с IP-шником 0.50 и ее шлюз по умолчанию 0.10. И вот у меня есть сетевая карточка, которая получила настройки по DHCP. У нее тоже свой есть IP-адрес и точно так же есть свой шлюз по умолчанию. И тот и другой шлюз вполне могут работать. Они являются маршрутизаторами в каждой локальной сети. Проверим, так ли это. Если мы с вами попробуем и попингуем какой-нибудь Яндекс. Мы видим то, что распознается имя узла, потому что DNS у нас настроено корректно. Но при этом он пишет то, что хост недоступен. Попробуем, выйдем в интернет. Вижу, что Firefox крутит-крутит, но соединиться он тоже не сможет. То есть какая-то проблема у нас есть с маршрутами. При том, что я знаю то, что шлюз у меня скорее всего работает. Выхожу из Firefox и смотрю мою таблицу маршрутизации. Почищу я экран, ввожу команду root. Что я вижу? У меня есть с вами моя таблица маршрутизации. Мы ее уже видели. Давайте еще раз поговорим, что она значит. У нас с вами, в принципе, конечно, не сетевые технологии. Это уже для сетевых админов. Мы здесь только поверхностно рассмотрим основные моменты. Так вот, таблица маршрутизации это простейшая форма правил маршрутизации. Это такой текстовый файл, который описывает типовые маршруты для сетевых интерфейсов. У нас в нашей таблице маршрутизации есть стандартные для любой таблицы маршрутизации вещи. Это назначение. То есть адрес сети или конкретного узла, куда мы хотим попасть. У нас здесь есть шлюз, у нас есть маска, у нас есть флаги, метрики. Ref и use я вам говорить пока не буду. Интерфейсы. То есть, как мы читаем с вами таблицу маршрутизации, говорим еще раз. Если мы хотим попасть в сеть 10.0.1.0 с маской 2.5.5.2.5.0, нам никакой маршрутизатор не нужен. Мы и так находимся в этой сетке. Об этом говорит звездочка. Если мы хотим попасть в сетку 102.16.8.0.0 с такой маской, это моя вторая сетевая карточка, мы опять же видим, нам никакой маршрутизатор не нужен, мы и так находимся в этой сети. Здесь справа мы видим то, что для этого интерфейса вот эта сеть родная, для этого интерфейса вот эта сеть родная. Интереснее с маршрутами по умолчанию. Я, честно говоря, не помню, в какой момент в Linux появилась возможность использовать два маршрута по умолчанию, потому что я точно помню то, что лет 8 назад такого варианта не было, и можно было использовать только один маршрут по умолчанию. В том случае нам бы помогало решение, которое мы просматривали в теме 109.2, мы бы брали и удаляли ненужный нам маршрут по умолчанию и добавляли другой. То есть у нас был бы только один из этих маршрутов здесь написан. И если бы это был маршрут, который нам не нравится, мы его удаляем и делаем основным другой маршрут. Вот и все. Здесь нас встречают два маршрута по умолчанию. То есть вот первый маршрут по умолчанию говорит о том, что если мы хотим попасть куда-то, вот у нас маска 0.0.0, куда-то, что не находится в нашей локальной сети, нам нужно использовать вот такой вот шлюз. И ниже написано то же самое. Если мы хотим попасть куда-то, то мы должны использовать вот такой-то шлюз по умолчанию. Два дефолтовых маршрута. И тут уже нам на помощь приходит метрика. Табличка немножко сдвинута в сторону. Видите то, что раз, два, три, четыре, пятый. Пятый столбец это метрика. Соответственно, раз, два, три, четыре. Вот она метрика. Метрику можно условно считать предпочтительностью маршрута. Чем меньше метрика, тем, условно говоря, короче путь до шлюза. То есть в данном случае у нас вот эта метрика 100 говорит о том, что вот этот вот маршрут, этот маршрутизатор имеет приоритет над вот этим маршрутизатором, у которого используется метрика 101. Поэтому все наши пакеты по умолчанию идут на шлюз 0.10. Шлюз 0.10 я знаю, я его просто так придумал здесь в локальной сети, в нем нет никакого интернета, поэтому мы не можем никуда выйти. В то же время как шлюз 10.001, который находится на другой сетевой карточке, на ENP0S3, это реальный шлюз и мне бы его задать предпочтительным. То есть у нас здесь два с вами пути. Мы можем с вами вообще удалить вот этот вот маршрут, а можем поменять местами их метрики. Сказать, например, что метрику этого будет 99. И тогда у нас по умолчанию интернет сразу заработает. Ну и раз мы здесь находимся, давайте по флагам еще поговорим. Вот этот флаг UG говорит о том, что этот маршрут включен. G говорит о том, что используется шлюз на этом маршруте. То есть видите, вот здесь вот буквки G нету, здесь нет никаких шлюзов. Здесь шлюзы нужны и маршрут используется. Бывают разные флаги. Я вам брошу мануал на вывод команды root, там сможете посмотреть. Начнем с того, что удалим маршрут с метрикой 101, чтобы потом создать такой же маршрут посвежее. SuperUser do root, мы это делали на прошлом занятии. Del default удалить по умолчанию шлюз 10 0 1 1. Проверяем команду root. Видим то, что шлюз с этой метрикой пропал. Но по-прежнему мы не можем с вами выходить в интернет, потому что у нас используется... Неожиданно я только вместо ping pong написал. Потому что у нас продолжает использоваться несуществующий шлюз 0 10. Соответственно, нам нужно вернуть шлюз, который мы только что удалили, но сделать ему метрику побольше. Опять же, я показываю его командой root. Почищу экран, чтобы было нам посвежать все. И говорю опять SuperUser do, теперь root add добавить по умолчанию маршрут со шлюзом, который мы там удалили, 10 0 1 1. Для маски net mask, то есть для всех узлов, которые нам непонятны. Для устройства enp0s3 с метрикой, метрик 99. Проверяю вывод команды root. Вижу то, что вот он мой шлюз по умолчанию появился. Теперь он находится чуть-чуть выше, потому что используется маска 99. И теперь если мы... В смысле не маска, метрика 99. Теперь если мы попробуем с вами пинговать узел Яндекс, мы видим то, что связь есть. И сразу можем попробовать выйти в интернет. И мы выходим в интернет, видим, все работает вполне себе нормально. Опять же тот момент. Мы сейчас это все, конечно, сделали, но ближайшая перезагрузка все вернет на свои места. Так как десктоповую Ubuntu у вас маловероятно, то что будет смотреть сразу в две сети, будем говорить о шагах, которые мы выполняем на обычном Ubuntu сервере. Для того, чтобы у нас сразу по умолчанию при старте компьютера эти маршруты были такими, какие мы хотим, чтобы они были. Для этого мы с вами уже редактировали, во-первых, файл etc.networkmanager.conv, в котором мы говорили то, что мы сами вручную управляем нашими сетевыми интерфейсами. Кроме того, теперь мы можем отредактировать наши файлы настройки сетевых интерфейсов. Придется это сделать вручную, только мне нужно для начала вспомнить, какая сетевая карточка имеет какой адрес. Так, S3 это наша сетевая карточка, которая получает настройки по DHCP, а S8 это та, которая получает у нас настройки вручную. Окей, я говорю SuperUserDul, V, ETC, Networking, Network, то есть, Interfaces. И здесь мне теперь нужно указать все конфигурации вручную. Для этого я дописываю то, что у меня автоматически стартует ENP0S3 и ENP0S8. То есть, эти сетевые интерфейсы у меня стартуют при включении системы. Теперь мне нужно задать их конфигурацию. Для начала я скажу то, что у меня мой интерфейс, опять я забыл какой у меня какой, ENP0S3 получает настройки через DHCP, насколько я помню, INET DHCP. А интерфейс ENP0S8 у меня получает настройки вручную. Поэтому я пишу INET STATIC, адрес у меня там 192.168.05, неважно. NET MASK у меня маска 255.255.255.0. И несуществующий шлюз Gateway у меня 192.168.0.10. Пока маршруты никакие не указываю, хочу убедиться в том, что у меня это все заработает. Поэтому говорю SuperUser.do reboot. Проверяю команду ifconfig. Вижу то, что все настройки у меня выданы корректно. Проверяю команду root. И вот что я вижу. По умолчанию у меня теперь, после того, как мы используем классический наш файл конфигурации сетевых интерфейсов, у меня один маршрут по умолчанию, и это не тот маршрут, который я хочу. То есть, если я сейчас попробую опять же пинговать наш Яндекс, у меня ничего не получится. Соответственно, нам в настройке сетевых интерфейсов теперь нужно внести еще информацию о метрике, о предпочтениях маршрута. Точно так же я возвращаюсь в конфигурацию этого сетевого интерфейса моего. И указываю то, что та сетевая карточка, которая имеет у меня приоритет, у нее я скажу metric через пробел 100. Все. Попробую сохраню эти изменения и перезапущу службу сети. Конечно же. Десктоповую бунту это делает немножко дольше. Проверяю маршруты. И вижу то, что теперь у меня появился мой маршрут по умолчанию 100.1.1 с метрикой 100, а тот маршрут, который был сотом, теперь свалился на 101. По-хорошему, конечно, нам нужно все-таки и второй сетевой карточке, чтобы было по-человечески, указать ее метрику тоже. Я просто хотел проверить, как это все будет выглядеть, если я укажу только одну метрику. У меня в очередной раз вылетели дрова для моей видеокарточки AMD, и мне пришлось заново восстанавливать проект, поэтому я вам уже пинг показывать не буду. Но поверьте мне, после того, как мы подняли маршрут по приоритету выше, со шлюзом реально существующим, пинг пошел, интернет у меня заработал. То есть мы с вами сейчас рассмотрели простейшую конфигурацию, когда нам нужно указать приоритет какого-либо маршрута и реализовали ее.